Привет, ребятки! Сегодня будет абсолютно спокойный выпуск, потому что мы уже перебесились. Вчера мы посмотрели шестую серию, а сегодня будем смотреть пятую серию «Чародейка». Всё почему? Потому что у нас в команде есть факапщица. И имя ей Фокапрубина или Фокабина. Вот, Фокабина, она вчера включила мне шестую серию вместо пятой. На, Сашка, смотри! Как будто ты беспомощный человек, у тебя тебя подсунули, у тебя своих мозгов нет, ты не видишь? А как я пойму, там не подписано, что у нас шестая или пятая? Пятая серия. Ну ты не помнишь, какую мы последнюю смотрели? Ну ладно, я не помню, ну ты-то, светлый разум нашего канала. Это ты забудала меня. Нет, нет, комплимент и оправдание. Это оружие против меня, нет! Короче, мы вчера посмотрели шестую, сегодня будем смотреть пятую. На тот момент, когда вы это смотрите, мы уже знаем, что будет. Мы всё знаем. И вас знаем. Или вы живёте знаем. И что вы сейчас едите, мы всё знаем. Одного мы не знаем. Кто, если не Путин? Всё, смотрим пятую серию, что? Завтра будет шестая. Всё, что вы орёте, что вы орёте? На пользу обществу. Твой список рождённых в земном городе поможет сузить круг поиска, Седрик. Странно, что девчонка ничем себя не обнаружила. Главное, что она не знает о своих способностях. Раз я веду за ней охоту, то её неведение мне на руку. Что это? Это кресло такое? Это не кресло, это горгулья. Мне показалось, что он сидит на них и вот так гладит. Нет, знаешь, что стрёмно? Что это какой-то стрёмный мужик. Горгуливый? Да, вот он его гладит. Ну, ты представь себе. Он такой... Да. Вот ты едешь в метро и там сидит какой-то. Ты его проходишь и гладишь. Стрёмно. Стрёмно, ребят. Или нам показывают, что Фобос на самом деле хороший чувак. Он хорошо относится к зверушкам. Да, это как вот этот приём погладить котёнка. Да, так, видишь, только он убогих гладит. Он ещё лучше. Он гладит существа, которым мы никогда бы не... Он не лицемер. Он смотрит в душу этой твари. Какой он хорошенький. Какой добренький. Сестра не осознаёт, кто она. Это её защита и одновременно слабость. Всё ещё гладит. Медрик, придётся тебе побыть в человеческом облике. Смотри, как обрадовался. Дети, наш новый учитель истории, профессор Дин Коллинз. Она похожа на Фарагонду из Винкс. Или на Русулу. Ну, окей. Доброго вам утра. Школа Шеффилд не только приобщает учеников к знаниям и культуре, но прививает социальную... Раньше жвачки в Советском Союзе друг другу дети передавали. Один пожуёт, потом да. Это нормальная история. Это русский чувак. Из Советского Союза. Я когда узнал это, вообще просто в шоке. Насколько не было жвачечек. Ну да, да. Мне отец рассказывал. Он не жевал, если что. Он это видел. И в этом году мы проведём день служения обществу на месяц раньше. На месяц раньше? На месяц раньше? На месяц раньше? Он жуёт её всё-таки. Ну да. Ну ты же рассказал, советский ребёнок. Так он из рта в руки, а не из ботинок. Я слышал, вы так любите работу на благо общества, что бежите в школу со всех ног, лишь бы записаться в числе первых. Это как общественные работы какие-то или что? Я вот, кстати, не понимаю, как это устроено. Так у них это целый месяц. У вас были субботники? Ну, что-то подобное? Да. Какие-то уборки совместные? Да, да. Вот как ты считаешь, это нормально заставлять детей убираться? Ну, это же всё равно такая идеология постсоветская, точнее, оставшаяся. Единение, трудовое-трудовое единение, что мы вместе. Да, что труд облагораживает, вот эта вся тема. Ну да, облагородил. Вот ты всё не облагороженная. Я всё помню, ты так упорствовала своему благородству, тебя всё время звали работой. А, у нас же в универе тоже такое было, мы там речку очищали, ехали туда-сюда. Так это как благотворительность. Ну, так у них же тоже благотворительность. Ну, ладно. Как такой общественный день, общественный месяц. Конечно, побежишь. Жутко задолбали этой общественной бодягой. С ночи приду и буду под дверью стоять. Лечь, что ли, спать в раздевалке? А что это за день общественного блага? Завтра на этой доске вывесят список. 400 мест работы по числу учеников. Блин, это правда какое-то волонтёрство. Кстати говоря, на самом деле волонтёрское служение, если его так можно назвать, очень сильно распространено в других штатах и странах. То есть, если ты не поволонтёрил какое-то время вообще, ты в целом считаешься как грустный чувак. Это очень большой плюс для поступления. Это всё учитывается, когда те принимают на крутую какую-то работу. То есть, кто-то даже год спокойно где-то что-то бесплатно батрачит. Это нормальная история. Мы это делаем всю жизнь, а они всего лишь год. У них, может, не совсем отстойных с десяток. А тех, кто окажется последним, ждут галеры и каторга. Вы что, пугаете меня? Ну, в прошлый раз я работала в зоопарке. Это не бананы, это мои волосы! Отпусти! Жесть! Противные мартышкам! О, тебе ещё повезло! Мне пришлось красить лестницу в канализации! Ну, это вообще жёстко. Помогите! Убедили! Ясно! Приду пораньше! Я вспоминаю это как вчерашний день. Наши всякие вот... Да-да-да, ещё не всем перчатки выдавали. Ты берёшь вот эти пакетики, а в этих пакетиках ещё пакетики. Всё это смешано с пивом и презервативами. Да, очищать берег реки — это не очень классное занятие. В смысле, оно классное, но не очень приятное. Мне не нравится. Просто, вот как ты повлияешь на культуру населения, чтобы там просто не срали? Нет, подожди. Я не согласна с тобой. Это всё равно важно. Что, убираться? Да. Мне больше вопрос не как убираться, чтобы не сорить. Я вот это вот не могу понять. Вот у нас в России просто, наверное, незачем убираться. Знаешь, вот тебе... Нет, ну это неправильная ситуация. Вот смотри, вот когда... Нет, смотри, объясню. Я, наверное, заступлюсь за наш менталитет, потому что у нас всё плохо. Вот ты когда просыпаешься... Это мы делаем плохо, это от нас зависит. Нет, объясню тебе. Одно дело, когда ты один плохо сделал, это в поле твоей ответственности. А когда ответственность разделяется на большое количество... Ты не отвечаешь за этих людей. Ты отвечаешь за себя. И всё, что ты можешь сделать, это не сорить вокруг себя. Но смотри, есть такое понятие, как вот бесполезный труд. Это не бесполезный труд, Саш. Саш, вот у тебя есть мусор. Лучше его выкинуть в урну. Да-да-да, безусловно. Я как бы... Я понимаю, я просто... Ну, не лучше, это единственный вариант. Я просто пытаюсь найти объяснение, почему всё засирают. Мам, тебе позвонили, когда ты готовила суп? Откуда ты знаешь? Детка. Лайк. А почему мама у неё с синими волосами, а дочка с красными? Покрасила. Покрасила? Почему нет, да? Либо у одной, либо у другой покрашены волосы. Она с красными волосами или она рыжая? Понять не могу. Уилл? Да. Мне кажется, просто такой оттенок ружево. Красный, да? В их мире это окей. Это нормальная история. Это волшебный мир. Возможно, даже волосы мамы тоже естественный цвет. Я знаешь, за что переживал? Утарные, что ж такие? Я всё время думал, почему вот нас обделила природа розовыми волосами, зелёными. Почему так можно классных столько волос? У нас всего лишь оттенки от белого до чёрного. Всё, промежуточные, там, коричневый, охра и всё такое. Короче, скучно. Представляешь? Синие волосы. Красивые такие. Ну, можно красить и всё. Ну, одно дело красить, а другое дело вот ты синие волосы. Или прям белый-белый, прям белоснежный. Не прям блондинка, как, знаешь, вот такая вот прям белый-белый. Сидые? Ну, да, да. Да, очень красиво. Ну, то есть, это прям не рождаются обычно очень редко. Вот с эти я с розовыми волосами. И так всё хожу. И это меня идентифицирует, понимаешь? Я особенный из-за этого. Ну, покрасьте. Нет, оно потом корни отрастает. Всё, это всё выглядит отвратительно. Я два раза перекрашивала блондинку, это трэш. У меня была мысль, хоть раз в жизни покраситься, ну, а потом корни, я просто смотрю. У меня на следующий день чёрные корни просто. Уп! Можешь, если я заведу роман? Мам, если встретишь достойного человека, не спеши угощать его обедом. Ничего себе, дочка. А подожди, она без отца, да? Ну, да, да, видимо, да. Вот все главные герои без отцовщины. Ты замечаешь? Вот у каждого главного героя никогда ничего нормально не бывает. Чтоб была полная семья, чтоб не было психологических травм. Ну, поэтому они такие все особенные. Это сделало их другими. У нас страна особенных людей, вот что я понял. Ужасно. Правда. Ну, без шуток. Я придумал. Внедрюсь в мир людей. Ммм. Это значительно ускорит поиск девчонки. В нашей семейной истории её голова будет короткой, но драматичной. Пора браться за дело. Какой он козлина. Смотри. У него аж язык. Я понимаю, нам написали в комментариях, что, скорее всего, он орёт. Не потому, что ему нравится. А, больно. Костя ломает. Больно. Это реально. Это же трансформация. Мы почему это выпускаем? Ты сжимаешься и разжимаешься каждый раз. Представь себе, что ты как будто и рожаешь. Как ты говорила, это сравнимо 20 или 200 сломанным костям одновременно, и здесь то же самое. Чувак рожает, только 20 раз подряд рожает. Ты понимаешь? Да. Его утроба или что там у него точно так же и растягивается, и сжимается. Его организм просто чудесен. Он мать. И вот этот хвост. Куда уходит хвост? Жёпуй мой залезет обратно. Куда он реально, куда он исчезает? До конца зашло. Ой-ой-ой-ой-ой. Я вот не понимаю, вот зачем он всё время туда-сюда превращается, туда-сюда, дело без дела. Это же его боевая форма. Он разговаривает с Эдриком. Вот точнее, он разговаривает с Фобосом. Нет, говорят, что это вообще его настоящее тело, это тело змея. А, да? Ну, вроде я в комментариях что-то подобное читала. А, так его тело змея настоящее, а тело человека не настоящее. Легко запутаться, ведь их в одинаковых пропорциях показывают. Кстати, посмотрите, какая маленькая. Вот она реально похожа на 13-летнюю здесь. Ну да, в сравнении с дверями, да. Добрый вечер, Рилл. Профессор Коллинз, с чем бы вы не пришли к моей маме, дайте мне пять минут, чтобы правдание придумать. Нет, тут дело другое. Добрый вечер, Сьюзан. Ты ее парень? Привет. Сьюзан? Дин? Твоя мама записалась в кружок истории, но пропустила занятия. Я занести материалы просила. Приходи, поговорим. Как это прикольно. Я чувствую, сейчас комменты полетят с такими же историями. Как вы себя чувствовали? Неловко, наверное, было, когда твоя мама или папа приводит другую тетку, и они-то такой, а-а-а, так что, как, чего, это, наверное, нормально. С одной стороны, это такое прагматично, понимаешь. Ну, наверное, мать не будет меня задрачивать, и перейдет на другого персонажа. Если ты был адекватный, то, мне кажется, это нормальная ситуация. Ставлю на 6 утра. Мама сказала, что ты... Что с ее лицом? Что с ее лицом? Посмотри, как ее расплющило. Мне так нарисовали-то тени. Не-не-не, это не тени. Короче, ребят, которые говорили, что нейросети действительно ломают всю картинку на маленьких деталях, вы абсолютно правы. Такое уродство. Не переживайте, мы скоро перейдем на говнокачество с 8 серии. Критики-нолики. Отстань, Клоп. Я уже спать ложусь. А если вдруг разбудишь, я лично оттащу тебя в зоопарк и брошу к волкам в вольер. Ты злая? Я добрая, а волки злые. Топай! Как мило. Все, будильник поменяет. А Корнелия что, богатая? Не знаю. Ты смотри-ка, у нее кровать с балдахином. Ну и что? А как у... Ну у них там у всех они живут в хороших условиях все. Не знаю, у нее прям слишком хорошие условия. Ну потому что Корнелия любит жить в красоте. А, а мы с тобой любим жить в говне, и поэтому мы такие... А, ведь любовью определяется. У нее просто богатые родители. Хорошо. Девчонки, а вы куда? Блин, мелкая пакость. Вот везде эта вот мелкая сестра на куда лезет постоянно. Вот моя сестра постоянно подставляла младшего брата. У нас четверо в семье. Вот, и она все время его подставляла, когда было мелкое. Вот ей не доставалось, доставалось все время Илье. Вот бедный Илья. Слушайте, я рассказывал. Мне всегда хотелось младшую сестру или младшего брата, чтобы тоже вот пакостничать. Чтобы вот им доставалось, чтобы с ними сраться. Вот не хватало вот этого. Для этого чудо рождения вот так вот использовано. Я смотрела папиных дочек, и мне вот тоже хотелось с кем-то сраться, как Даша, допустим. Кому-то вот палки в колес вставлять, что-то, короче, такое делать. Жесть. Мы это как ролевые модели воспроизводим в своих семьях, потому что ничего другого не видели. Нас заранее уже программируют кошмарить друг друга. Ну вот смотри, ты такая посмотрела папины дочки и такая, о, это круто! Так это же мило! В смысле мило? В смысле они всё равно друг друга все любят. Знаешь, я что думаю? Такое ощущение, что издеваться друг над другом очень мило, это очень романтизировано. Я никогда не видел реально хороших поданных отношений в кино. Грамотно сбалансированных. Ну то есть, чтобы это просто было обычное. Сестринских братских? Да, 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 да. То есть, это обычно какая-то всегда перепалка противопоставления друг другу. Ну понятно, что с законами драматургии ты никак не сможешь конфликт интересный выловить. Это немножко грустно. То есть, нас сразу затачивают на конфликтные отношения, ты понимаешь? Потому что, если мы хотим интересно жить... Ну потому что, когда люди вместе очень долго живут, это невозможно жить без конфликтов. Это не значит, что они друг друга не любят и ненавидят. Но вы, прикинь, с рождения друг друга знаете, и вы делите территорию, вы делите родителей, вы делите еду. Как можно не сраться? Да. При чём здесь сериалы и фильмы? Ладно, хорошо. Это человеческие инстинкты. Я пытался деда включить и обвинить вообще телевидение во всех проблемах. Мне не получилось. Конверты клеить. Класс! Повезло! Мы с Вилл закрасим граффити, а Мартин отскребает жвачку. Кто-нибудь из вас видел Корнелю? Посмотри, где она живёт. Мам, можно я съём её хлебцы? А то она, кажется, спешит. На твоём месте я пришла бы к канадской границе сломя голову. Это было неожиданно. Это было неожиданно. Мне это было неожиданно. Интересно, какие ещё работы в списке остались? Она это специально сделала. Мелкая пакостница. Дети! Дети! Это Корнелия! Руки! Что вы сегодня расширились? Корнелия почитает вам сказку. С какой ты начнёшь, Корнелия? Ужас сестрицы, которая однажды пожалела, что родилась на свет. Славно! Ух ты! Жесть! Ещё пять минут, и я складываю оцениры, я ауциям два часа лизала. Весь язык в мозолях. Есть же специальный для этого карандашик. А реальность слюня и приклеивают письма? Это же делается всего лишь раз. Если у тебя нет карандашика, ты когда-то письмо раз в год отправляешь. А что, она реально склеивает? Слюна? Да. Ну, целлюлоза склеивается от влаги. Офигеть, я не знала. Вера не знала. Ну, оно не прям склеивается, как намертво клеем, но оно прихватится так, что конвертик не раскроется. А ты думала, откуда это? Ты никогда, что ли, письма не отправляла? Ты никогда их не лизала? Нет. Кому я должна была отправлять письма? Я родилась уже, ну, точнее, была взрослая уже времена, когда были телефоны, смс. У тебя не было друга или подруги, которые... Отправь мне, пожалуйста, настоящее бумажное письмо, и я отправлю. Мы будем подругами по переписке. У тебя не было? Нет. Ладно, хорошо, видимо, у одного у меня было. Видимо, у тебя было. Видимо, у меня было, да, ребят, и это просто жуть, потому что ты не можешь исправить. Ты пишешь вот такое письмо, допускаешь ошибку, и ты чувствуешь себя, как на диктанте. Заново! Не, ну в этом есть что-то романтичное. В этом больше геморроя, чем романтики. Ну, согласна. Зато мы так наелись клея, что можем не ходить на обед. Нанюхались клея. Не, ну, шутки, правда, мне очень нравится сериал. Такие шуточки хорошенькие. Они неразрывные, но они классные. Нет, знаешь, что я тебе скажу? Их наличие. Их наличие уже очень хорошо. Да, иногда даже хочется комментировать, просто хочется смотреть. Очень мило. Просто потому что вот в других сериалах про девочек, там все на серьезных щах. Мы всех спасем, мы все сделаем. Там никто ни над кем не шутит. Там все максимально спасительно. Здесь, кстати, это уже пятая, шестая серия. Пока никого они спасать не собираются. Мне все нравится. Вообще нет никаких телодвижений в эту сторону. Вообще классно. Здравствуйте. Здравствуйте, профессор Комин. Вам не сказали заклеивать конверты губкой? Клеить губкой? Бедненькие. Ну да. Инопланетянка. Ладно, в обезьяннике еще хуже. Ты сидела с детьми? Да, очень много раз. И как тебе? Мне это нравилось. Серьезно? Да, серьезно. Но они вот так вот на тобой издевались? Нет, меня всегда все дети слушались. Да я классная, блин. Мы, вы знаете, с ними угорали, шутили, играли во что-то. Мне это было в кайф, поэтому... Ну, собственно, да. Никогда не было проблем с ними. Ты же не гнушаешься бить детей, я забываю про это. Что я? Бить детей. Я не бью детей. Нет, ты говорила, что я бил их. Что за бред? Как я люблю, когда на ходу что-то придумываешь, и выдаешь какую-то нерушимую правду. Я жду, когда ты согласишься, типа... Ну да, била, и что? Я потом исправилась. Я потом поделала, что это плохо. Почему я всегда connect? Руки с лицом. Ты чем-то расстроена? А если бы твоя мама замутила роман с твоим учителем истории? Да? Клёвая мама. Здесь часто гуляют парочки. Может, и твои придут? А, жизнь кончилась. Смотри, какие странные буквы. Вилл, тебе дурно? Ау! Вилл! Потом посмотрела на надпись, и брык рухнула, как мешок картошки. Как выглядела надпись? Я срисовала. О, буквы не из этого мира. Я видел похожие в замке. Что-то древнее. А что, Вилл? Ты пришла в себя? Я в норме. Что с твоим волосом? Мы с ней лизали конверты. Неужели вам для этого не выдали губки? Я так понимаю, все знали про губки. Они оба не знали. Я знаю, кто переведет, но придется идти в заветный город. Надпись была здесь. Что у тебя нафиге? Сувениры от малышей. Портал должен быть близко. Смотрите. Все, я понял. Нам говорили в комментариях, как работает эта карта. Она работает, как... Навигатор. Да, как карта в Гарри Поттере. Как она называлась? Вручай... Нет, сейчас... Вручай комната была. Называлась как-то алкаш-карта сейчас. Не помню, как она называлась. Алкаш-карта? Зачем, как знаешь, карта в красное-белое. Короче, я не помню, как она называлась. И поезд такой. Окей. Я вот этот вот жест этот... Не могу. А Каля, получается... Смотрит. Смотрит. Но яркий свет не дает ему. Он вот так вот. И вот-вот увидит, но никак. Они же голые, по сути дела. Ну да, ведь их одежда землянская, земляничная уходит с них и натягивается на них одежда... Ну это происходит в секунду. Ну не, в секунду они там летают. Огонь, воздух, земля, вода! Бутерброды! Они уже одетые летают. Нет, они превращаются очень долго. Бутерброды. Это если бы ты был чародейкой. Чародейка бутербродов. Я бы, блин, была бы самая полезная чародейка. Да? Да, на любой вечеринке. Только ты не летала бы. Угадай, почему. Пошла ты в задницу. Заметил? Они не орали. Огонь, земля, воздух. Да, вот разница. Кислород, водород. Бутерброд. Углекислый гад, бутерброд. Он здесь. А если поезд проедет и зайдет в портал? Ну вот так вот все это и в Лапландии теперь. Или как он? В Меридиане. О, сколько бы за это Дэвид Кокертил заплатил? Кто-то идет к нам. Вода, огонь, воздух, земля. Ноздря дракона. Обмен на крылья. Выгодно. Ноздря дракона? А что если Меридиан это Россия? Ну, давай, поясни. И сейчас страшницы закрывают порталы, и у нас теперь не работают виза, мастер-карты. У нас сюда больше айфона не возят. И с каждым разом снова портал. Ну, кстати, нельзя называть эти, допустим, социальные сети, которые заблокированы, их нельзя называть. Сети, которых нельзя называть. Пожалуй, это ни к чему. Вот и узнали, где расслабляется бланк. Сюда. Эээ, куда? Нет, я хочу эту тему догнать. Почему именно Меридиан и этот мир объединены порталами? Вот именно, вот только вот они. Есть и другие миры порталы, но они... Но нам показывают только эти два мира, потому что сестра злодея в этом мире. И поэтому порталы открываются, чтобы она смогла обратно, да? Нет, нам просто показывают эти два мира, потому что действие происходит в этих двух мирах. А открываются порталы вообще везде? Наверное, и в другие миры, я же не знаю. Поправьте в комментариях. Просто, знаешь, мне кажется, что это одна планета, просто это реально в другие точки Земли переправляется. Нет, это разные миры. Неизвестно, кем построен заветный город. За четыре тысячи лет никто не прошел его до конца. Ну, зачем вы туда идете? Чтобы узнать, что на стене написано. Он бежит быстрее, чем они летят. Да он же сверхчеловек. Ну да, точно, я совсем забываю. Он может голыми руками схватиться за Седрика и обнять его. Опять лестница? А каменного эскалатора у вас здесь нет? Девчонки. Сексист. Что за сексист, девчонки? Я тоже люблю на эскалаторе ездить. Что? Все любят, блин, ездить на эскалаторе. Я никогда не видел, что в метро девчонки поднимаются, а парни такие... Мужики, что за хрень. Оракул, нам нужна помощь. А, вы стражница завесы. Да, сэр. То есть, да, мэн. Послание? А, письмена зверя. Что тут сказано? Надо торопиться. Быстрее ищи девчонку. Зверь в человечьем обличье в городе. Он постарается подобраться к страшницам. Добрый вечер, Вилл. Профессор Коллинз? Здравствуй, Сьюзан. Дин. Как отличить их от людей? Коснись зверя сердцем Кондракара, и он явит свой облик. Вообще кайфовый совет. Теперь всё понятно, всё, что было в следующей серии. Почему они говорили, мне что, в каждого тыкать этим кулоном? Какие мы с тобой кретины? А, нет, стоп, это не мы с тобой, это ты. Я совсем забываю. Так, ты тоже мог проследить за этим. Надо на меня скидывать. Да, Рубин, прости, пожалуйста. Мы вчера сидим, ничего не понимаем, смотрим эту серию. Мы такие, ну, наверное, мы что-то упустили. Наверное, мы невнимательно слушали. Оказывается, мы серию в целом пропустили. Да, маленькую детальку. Всего лишь. Ты серьёзно? Профессор Коллинз? Он слишком нудный для злодея. А кто такой Коллинз? Новый учитель истории. Известно, Фобосу интересует некая местная девчонка. Например, я. Представьте, я шпионка. Как подобраться к земной девочке? Стать плиткой с шоколадом. Лучший выход учитель. Точно. Легко присмотреться и определить, кто тебе нужен. Думаешь, он с Меридиана? Ладно. Для старушки моя мама неплохо сохранилась. Но разве Коллинз посмотрел бы на неё, не будь он зверем? Охренеть! Вот она унизила, мать. Мать мне очень симпатичная, вообще-то. Да. Ну, нарисована, по крайней мере, симпатичная. И молодая. Вот он сразу и объявил день Мартышкиного труда. Чтобы разделить нас и следить за каждым. И мы проследим. Так, прошу, дайте сказать. У меня есть другой план. Что он купил? Клей. Клей? Зачем? Наклеивать резиновую человеческую маску. А-а-а! Это так беспалевно. Живые мушки. Почти килограмм. А прикиньте, ну, у каждого есть свой грешок, правильно? Ну, у каждого. Ну, не бывает такое, что ты весь хороший. И у этого учителя истории, ну, сами подумайте, одинокий человек. Он к маме Уилл подкатывает. У него, возможно, не всё хорошо в личной жизни. И вот он заходит в магазинчик, в который стыдно зайти. А девочки за ним шпионят. И вот он идёт с этой козой. Козой. Ну, да. Многовато. На самый раз для ужина. Фу, ярость. Понятно, почему он хвалил мамину стряпню. А может, у него дома ящерица? Как же? Что ж, я не склонна к поспешным выводам из скупых данных. Я тоже. Как можно? Пока ясно одно. Коллинз, оборотень, с рожей на клею. Вот так и есть, мастер. Зуб даю. И что я тут делаю? Мы должны устроить засаду. Мы даже не знаем. Это же всё можно было просто легко проверить. Прикоснуться к нему камнем Кондракара. Всё. Типа, смотрите, какая у меня классная безделушка. Ой, извините. О, моё. Да. Всё, всё, всё. Тебе не попало камнем Кондракара. Иначе ты превратилась бы в змеюку. Я это сто процентов знаю. Ты змея. А, я знал это. Я куплю на Алиэкспрессе камень Кондракара. Они ж продаются. И коснусь тебя. Блин, прикинь, реально я куплю на Алиэкспрессе камень Кондракара, а он ведь... Настоящий. А он настоящий каким-то образом, на аукционе, с аукциона, вот так, туда-сюда, туда-сюда. Да, с аукциона Китая. Никто не верил, и продали его там, и вот так вот мне он пришёл, а он настоящий. И я такой, фея бутербродов, на! Я был бы самым счастливым человеком на свете. Стражник, вперёд. Стражник. Я, знаешь, я бы стал бы как полковник Сандерс, только у меня была бы своя, типа, сабвая забегала в каприки. Так я же могу бесконечно... Как раз, Макс, закрыли. Да, я... Интернатива. Чего тебе не хватает? Удостоверение монстра? А кто здесь? Не двигаться, обороти! Что не ожидал монстр? Они совсем поехали? Продолжаем! Да как так можно? Что за бред, реально? Что они делают? Вам же только что сказали, и только... Ну, можно только коснуться. Вы ещё не знаете, что... Он же не принял облик ещё. Ну, вы же не знаете наверняка. Просто прикинь... Ну, а это... Убили человека. Нет, 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 всё правильно. Сериал и комикс гениальный. Уилл, она против же того, чтобы он с мамой тусил. И она всё так подстроила. У неё же камень Кондракара, правильно? Да, да. Она могла в любой момент сказать, ребята, нужно им коснуться. Он говорит, не-не-не-не-не, давайте им... Надо его угандушить, потому что мне не нравится. Наче мне мама будет меньше внимания уделить. Зачем? Да это ж смерть. Ну, реально. Можно несколько раз так сдохнуть. Почему вот все игнорируют мультики падения с большой высоты? Ну, там, удар об стену, падение. Это, кстати, очень странно, потому что дети, которые совсем маленькие, они могут не понимать этого. Они могут там спрыгнуть откуда-то, не осознавая, что это может причинить им вред. Ну, правда. Серьёзно? Были такие случаи? Я не знаю, но мне кажется, что да. Дети, они же ещё не так хорошо знакомы с физикой. Если они очень много смотрят такие мультики, где друг друга бьют и ничего не происходит, или там падают откуда-то и ничего не происходит... Мне кажется, это бред. Он один раз врежет кому-то или ему дадут, он такой, ооо, это не мультик! Он быстро поймёт, ты чё? Ну да, но... Тем более обычно... Смотря с чего начнёт он понимать. Ну, обычно он понимает с матери и отца, которые его бьют постоянно. Посмотрим, как овцы с хвостиком и в змеиной чешуе. Какой прочный этот... Жесть! Прикиньте, она... И сдирает с него кожу. Это же просто... Да это же больно, ты понимаешь, что он делает? Хоть это же больно. Попробуй, ты посмотри. Нет, я не хочу. Попробуй, попробуй. Не хочу. Это что, самоучитель зла для чайников? Методичка исторического кружка. Фобос туда записался? Сомневаюсь. А моя мама? Да. Теперь самое время дружно сказать. Ты был прав, Калеб. А что я теперь с ним сделаю? Не буду сдаивать сюрпризы. Отвезём учителя домой. Выспится и всё забудет. Я говорил. Ну, разве вы слушаете? Все вы, девчонки, такие. Что это было? Даже не верится, что мы так с учителем. Уж поверь, он отрубился. Хайлин, это идиома. А, типа, вот и полиция? Это не идиома. Нет, но полиция-то вот... Кажется, мы плывем. О, у миссис Коральда бассейн неплох. Здорово! Ему снится, что он плывёт. Да. Может, маска лица быстрее отклеится с такого мокрого. Бедный чел. Ну, они его убьют. У него теперь травма на всю жизнь. Он будет думать, что он с ума сошёл. Ему всё это не при... У него же слом парадигма. Понимаешь, в чём прикол? Он учитель истории, человек науки. И для него сейчас просто откровение небесное, что существует волшебница. У него два сейчас выбора. Или признать, что вся его жизнь до этого была ложью и обманом. Или поверить в этот бред, который он увидел. Вот что он, интересно, выберет? Они ещё его обшмонали. 1,80 очки обязательны. Его адрес Хайлин. О, Сидер Террес. Отсюда километров 10 и в гору. Может, превратимся? Эй. Я думал, что вы превращаетесь для важных дел. А что лучше среди ночи катить мокрого учителя на тачке в гору? Да господи! Создаёте сами себе проблемы. Каннджи сильный, пусть потащит. А что это Калиб должен разгребать за ними? Калиб, ты... Ну, он ходит, гундит. Вот, 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 вот это всё её мышление. Вот. Ну, я, ну... Ну, так сделай, раз тебе не нравится. Сделай, да. Так это ж ты профокапилась. А что ты тогда мне предъявляешь? Я профокапилась, я и решу это. Если ты не, ну, как бы, не мешай мне решать это. Ты чувствуешь, какой бред ты несёшь? Ну, бред, не бред. А с чего он идёт за ними? Я уже говорил, с такими темпами, бла-бла-бла. Всё, они профокапились, пусть сами решают. Уходи, раз не уходишь, помогай. Всё просто. А-а-а, за то, что... То есть, если ты хочешь повозмущаться, то есть зарплата за твоё недовольство это помощь человеку, который профокапил. А с чего он вообще недовольный-то ходит? Да действительно. Да пошёл он. Пошёл. Сексист сраный. Здесь нам никто не помешает. Если я его сейчас уроню... Это же просто... Помолимся за здоровье, мистера. Ха-ха-ха-ха-ха. У него же сломаны рёбра и кости. У него позвоночники, трещина. Я просто, знаешь, что я думаю, вот эта бабка... Я думал, что она и другой скажет. Я всегда знала, что ты алкаш. Ха-ха-ха-ха. Он такой умиротворённый. Надо почаще вырубать его в пятером и кидать собакам. Тайна мушек раскрыта. Я-щерица. Если кто скажет Калебу, что он был прав, объявим бойкот. Так, забрём дверь, вылетим в окно. Для машины эвакуатор, а методичку в его стол. Будто ему всё приснилось. А как быть с одеждой? Высыпать мушек, выпустить ящера. Пусть думают, что он и порвал. Да. Полный бред. Годится. Реально полный бред. Я думал, они его переодевать будут. Пять тринадцатилетних девчонок переодевают тридцатипятилетнего, сорокалетнего учителя истории. Мне кажется... Кому же ещё парня матери одной из них. Да. Просто вот за что? Вот, понимаешь? Вот просто вот ни за что. Реально. Просто пострадал. Эти стражницы просто мрази. Я не могу, пока ещё что хорошего не сделали. Вы здоровы, профессор Коллинз? Приснилось, что на меня напали бешеные феи. Со мной такое постоянно происходит. А уже утром моя ящерица пыталась съесть меня. Порядок корней. Осталась одна проблема. Если Коллинз не зверь, то кто зверь? Остальные люди в городе. Поперей убивайте всех. У вас есть, не знаю, пару лет. И сейчас я хочу устроить вам сюрприз. Когда подрастёте, узнаете, что такое служение обществу. А пока вам и моей милой сестрёнке придётся заклеить 48750 конвертов. И клеить вам придётся языком. Ни фига себе. А так можно было? Это вообще эксплуатация детского труда. Это же просто гениально. Дети эксплуатируют детей. Это гениально. Меня послали разливать суп бездомным. А я такой, за суп вы должны будете речку почистить. И тогда получите суп. Да, мам. Так как у тебя отношения с мистером Коллинзом? Брось. Он ненадёжный. Обещал вчера завести материалы. И не появился. Встречайся. Я не против. Скажем, с милым шеф-поваром. А который час? Все здесь просто на подстёбе каком-то. Бедная мать, а. Иду на собрание жильцов. Кто-то умудрился искупаться во всех бассейнах. Так это он. Она ещё узнает, что он алкаш. Не только ненадёжный. Она ещё пьяница. А мы знаем уже, что там будет завтра. Посмотрели уже. Ой, какая классная наполненная садизма и насилия серия. Мне всё нравится. Реально. Пока что это лучшее, что мы видели на этом канале. Ладно, ребятки. Всё. Мы заканчиваем дебильный каламбур. Мы посмотрели с вами пятую серию. Мы посмотрели шестую серию. Мы посмотрели... Давай, что мне не кать хочется. Хватит. Пока. Пока. Распинаться перед вами. Посмотрели и посмотрели. Что вы хотите ещё? Ещё серию хотите? Чтоб мы ещё посмотрели шестую серию. Хватит. Мы видели. Довольны. Субтитры сделал DimaTorzok